КФУ посетил научный руководитель программы «Приоритет 2030». В КФУ прошел съезд ООН, стартовала казанская модель. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Кристина Серебрякова. Центр всемирного наследия ЮНЕСКО ознакомился с номинационным досье астрономических обсерваторий Казанского университета, подтвердив высокий уровень подготовки документов. Казанский федеральный университет ожидает визита экспертов ЮНЕСКО, которые должны оценить астрономические обсерватории. Казанский федеральный университет в рамках программы «Приоритет 2030» посетил ее научный руководитель Андрей Волков. Все подробности узнавал наш корреспондент. В рамках программы «Приоритет 2030» состоялся рабочий визит Казанский федеральный университет научного руководителя программы Андрея Волкова. Встреча прошла в Институте фундаментальной медицины и биологии руководством университета было заявлено пять проектов. Сегодня мы предоставим ряд проектов, которые действительно работают на те задачи, которые сегодня стоят перед страной. Это задачи и импортозамещения, и задачи сохранения целостности и российского образования, и российской науки. Помимо этого Дмитрий Таюрский поделился планами на создание новых лабораторий, которых не было в проекте «Пять-сто», а также поведал о продвижении технопарка университета на базе Международного выставочного центра «Казани-Экспо». Первый проект представил директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киясов. Он рассказал о здоровье и сбережении не только внутреннем, но и внешнем. Проект сам по себе состоит из реализации четырех стратегических таких вот суд-инициатив. Первое – это здоровье и сбережение человека. Второе – это здоровье и сберегающая среда. Третье – это цифровое облако или цифровое покрытие всех этих двух процессов. И, наконец, это подготовка новых кадров, новых образовательных программ как раз именно в этих моментах. Директор Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ Дмитрий Чикрин рассказал о проекте, состоящем из трех направлений. В направлении деятельности мы работаем, мы разрабатываем IT-решения для медицины. Второе – мы разрабатываем IT-решения для тяжелой промышленности. И третье – мы разрабатываем IT-пособственные решения для образования. Про ректора по внешним связям Тимирхан Алишев рассказал о гуманитарном проекте и о задачах, которые стояли перед университетом. Также речь шла о создании междисциплинарных проектов. Первое – это платформное решение по логопедии. Очень интересная, на самом деле, платформа, особенно на тех движках, которые мы разработали в части распознавания речи. Это пример взаимодействия трех институтов. Это институт психологии и образования, институт инвентарной медицины и биологии и институт учительной математики и информационных технологий. Создается платформа для работы детей, логопедов, контроля родителей. Всего в программу «Приоритет 2030» вошли 106 университетов из 49 городов России. Они получат базовую часть гранта в размере 100 миллионов рублей. Отбор программы осуществила комиссия Министерства науки и высшего образования РФ. По итогам очередного этапа защиты КФО занял первое место в первой группе по треку «Серриториальное и исследовательское лидерство». Таким образом, суммарный объем финансирования составил более 1 миллиарда рублей. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Фариза Хитаглы, Универньюз. Стартовала казанская модель ООН, которая традиционно прошла в стенах КФУ. О том, как прошел первый день цикла мероприятий, посвященных ролевой игре, расскажем в нашем сюжете. Казанская модель ООН – это масштабное и долгожданное событие для студентов, которое проходит в Казанском федеральном университете уже в пятый раз. Ежегодно участниками становятся более 200 студентов, которые представляют различные вузы нашей страны, а общее количество делегатов за все года превысило отметку в 700 человек. С 30 по 2 апреля будут проходить открытые лекции, тимбилдинги, работа в комитетах, где каждый сможет выступить со своими заявлениями и пожеланиями. У нас три насыщенных дня. Сегодня торжественная церемония открытия. Также делегаты поведут на лекцию в один из корпусов нашего Казанского федерального университета. После состоится тимбилдинг. Делегаты больше познакомятся друг с другом, узнают друг друга лучше. Мероприятие традиционно началось с торжественных приветственных речей представителей науки и правительства. Ролевую игру посетили консулы Туркменистана, Узбекистана и Казахстана в городе Казань. Казанские молодежные модели ООН и ЮНЕСКО – это уникальные площадки. Они организовываются для проведения дискуссий, дебатов с целью выявления широкого спектра интересов, позиций, мнений, которые присущи для наших студентов. Последующие дни пройдут не менее продуктивно. Планируются заседания, разбор актуальных событий, а также написание резолюции и внесение поправок в них, а после голосования – за итоговые проекты. Казанская модель ООН дает уникальную возможность получить опыт и решить насущные проблемы. Модель является замечательной возможностью попробовать свои силы, так сказать, уже на практике, действительно выйти, скажем так, в поле и попробовать выступить, отстоять свою точку зрения и потом в конечном итоге, так сказать, прийти к подписанию резолюции по результатам этой модели. То есть это великолепный опыт, который вот дает получить Казанский федеральный университет. Напомним, что данное мероприятие реализуется с 2017 года. За пять лет международного сотрудничества проведен ряд моделей ООН и ЮНЕСКО в партнерстве Московского государственного института международных отношений, Российской ассоциации содействия ООН и Казанского федерального университета. Карина Саяхова, Луиза Закирова, Александр Кузнецов, Универньюс. В культурно-спортивном комплексе Унигс прошел первый педагогический маркет вакансий, на котором студенты педагогических факультетов познакомились с будущими работодателями и узнали, как построить карьеру в образовательных организациях. Подробности в сюжете. 30 марта в культурно-спортивном комплексе Унигс прошел педагогический маркет вакансий. Основная цель этого мероприятия – развитие потенциала студентов Казанского федерального университета и ознакомление их с эффективным построением педагогической карьеры. Ожидания от этого мероприятия, конечно, только положительные. Мы хотим, первое, это поднять вопрос кадровой политики в сфере образования. Вопрос проблем, какие существуют в образовательных организациях, с какими сталкиваются учителя, с какими проблемами сталкиваются обучающиеся. Будущие педагоги познакомились с представителями образовательных организаций, узнали о свободных вакансиях и рассказали о своих планах после окончания университета. Цель сегодняшнего визита на эту ярмарку – мы заинтересованы в поисках творчески работающих учителей, прежде всего по русскому языку, литературе и математике. Мне бы хотелось побольше узнать о актуальных вакансиях в Казани и, в принципе, ознакомиться с учреждениями, в которых я бы, возможно, хотела в дальнейшем работать. Также в рамках педагогического маркета вакансий прошло пленарное заседание, на котором обсуждались проблемы трудоустройства среди студентов и векторы развития карьеры в сфере современного образования. Допустим, нам нужен врач, но нам нужен качественный специалист. Если мы говорим о каких-то других услугах, мы всегда идем к качеству. Так, я думаю, что и в области образования и воспитания очень важно на сегодняшний день именно говорить о качестве. И качество – это, в первую очередь, наши профессиональные с вами навыки. Отметим, что это первый маркет вакансий, который в дальнейшем планируется проводить в таком же формате. Камила Исакова, Амир Юлдашев, Универ Ньюз. Центральный банк России сделал объявление о том, что рубль будет привязан к золоту с 28 марта 2022 года. С связи с этой новостью среди иностранцев появился заметный интерес к отечественной валюте. Подробнее в сюжете. Центральный банк России официально объявил, что рубль будет привязан к золоту с 28 марта 2022 года. В связи с этой новостью последние несколько дней из Германии в Россию поступают все большее количество запросов на покупку рублей, причем физиками и не только русскоязычными. Глобальный интерес к отечественной валюте начался после решения России о переводе оплаты за газ и рубли, а также то, что привязка рубля к золоту в данной пропорции по текущему международному курсу конкурирует с биржевой международной ценой в 60 долларов за грамм. Хотя говорить о привязке рубля к золоту еще рано, поскольку Центральный банк всего лишь объявил о том, что будет покупать золото у коммерческих банков за рубли по фиксированной цене в течение ограниченного времени. При этом банк не обещал продавать золото за рубли по фиксированной цене. Тот, кто приобретает рубли в надежде на обмен их в дальнейшем на золото по какому-либо заранее известному курсу, он, наверное, все-таки ошибается. Поэтому данное решение отнюдь не означает какой-либо долгосрочной привязки рублей к золоту, и тем более не означает возможности обмена рублей на золото. По словам эксперта, данное локальное решение не особенно повлияет на экономику, поскольку оборот золота не настолько велик по масштабу всей экономики России. Однако, если привязка будет сохраняться в долгосрочной перспективе, то это приведет к более устойчивому курсу рубля. Они гарантируют, что курс этот не будет колебаться в ту или другую сторону. Думаю, да, это в какой-то степени позитивно, но не настолько сильно влияет на экономику. Сафина Алина, Универньюз. На этом все. В студии была Кристина Серебрякова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»